В Ненецком округе продолжается вакцинация против гриппа и ОРВИ. Почему не все жители региона хотят делать прививки, поговорим об этом прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях исполняющие обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Вячеслав Сайко. Вячеслав Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. Традиционно с холодами приходит эпидемия. Но, к сожалению, у нас не все родители и себе, и детям хотят делать прививки. Говорят, что это очень опасно, они болели, боятся последствий. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо большое за вопрос. В первую очередь хочу поприветствовать жителей Ненецкого автономного округа и постараться, по крайней мере, развеять опасения, слухи, сомнения, которые возникают у нашего населения. На самом деле, действительно, любая вакцинация может иметь и плюсы, и минусы. Поэтому важно рассмотреть обе стороны медали. И если говорить, я говорю не только как чиновник, но и как врач с богатым медицинским стажем, на самом деле плюсами является в первую очередь безопасность. Безопасность и второй момент – это защищенность. Когда вы делаете вакцину в данном случае от вируса гриппа типа А и Б, вы защищаете не только себя, но и ваших близких. Потому что грипп, как известно, высоко контагиозен, то есть заразен. И опасен не столько сам грипп, как его осложнения. Осложнения, которые могут возникать внезапно, из-под, они за последние три года существует статистика, поражают молодую, здоровую часть населения, не только детей и стариков. Наиболее опасными осложнениями являются такие, как пневмонии, так называемые молчаливые, слепые пневмонии, которые могут приводить вплоть до летального исхода. Ни в коем случае не хочется никого пугать, но на сегодняшний день, и действительно это гордость в нашей стране, иммунологическая служба и разработка вакцины от ковида, это подтвердило, является одной из лучших служб в мире. И, безусловно, люди говорят, я общался с соседями, я общался с коллегами, с друзьями. Кто из вас вакцинировался? Почему вы этого не делали? Ну, отвечают, например, моя жена делала вакцину пять лет назад, у нее болело плечо. Кто-то говорит, я делал, у меня была температура. Почему здесь нельзя обобщать? Каждая вакцина отличается. Та вакцина, которая сейчас в достаточном количестве, хочу подчеркнуть, поступила в лечебное учреждение нашего округа, это вакцина СОВИГРИП. Она содержит антигены вируса типа А и Б, и при этом она формирует специфический иммунитет гриппа, который появляется уже через 8-12 дней, и этот иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Да, безусловно, возникает вопрос, а если я сделал вакцину, почему иногда люди болеют? Нет. Связано это с тем, что любой вирус, и вирус гриппа не исключение, со временем мутирует, и вероятность заражения остается, но она снижается в разы. И даже если человек, сделавший вакцину, заболевает, он переносит вирус в более легкой или так называемой стертой форме и риск осложнений на порядок ниже. Со скольким лет можно делать эту прививку? В детском возрасте существуют определенные ограничения. Это так называемые медицинские отводы. Поэтому нельзя сказать, что детям всем поголовно можно делать. Если мы берем детское население, а дети, как известно, это самое ценное, дорогое, что у нас есть, то, безусловно, перед вакцинацией нужно, если у вас возникают особенно сомнения, проконсультироваться с вашим педиатром, вашим детским врачом. Поэтому, безусловно, существуют относительные и абсолютные противопоказания. И здесь нельзя взять все детское отделение под одну гребенку. Но, учитывая то, что в принципе вакцина действительно высокобезопасная, она делается в том числе и беременным женщинам. И это говорит о высокой степени ее безопасности. Потому что мы знаем, что тератогенный эффект, то есть вредный эффект гриппа, перенесенного в время беременности, он во много раз может превосходить тот самый минимальный риск сотых, тысячных долей процента побочных эффектов у беременной женщины. Поэтому, безусловно, если мы говорим о того, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться, это лица, которые часто болеют острыми респираторными инфекциями. Учитывая, что мы с вами находимся в арктической зоне, за полярным кругом, и, безусловно, иммунитет, ну, конечно же, может быть несколько снижен. Поэтому, безусловно, лица, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной, центральной нервной системы, болезнями почек, сахарным диабетом, хронической анемией, это наиболее те категории граждан, которым нужно вакцинироваться в первую очередь. Сюда же относятся и те люди, которые по роду деятельности имеют высокий риск заболеть гриппом. Это те, кто контактирует с большим количеством людей. Это мы с вами, социальные работники, медицинские работники, работники школьных, дошкольных учреждений, наши дорогие педагоги и учителя. Сколько действует прививка от гриппа? То есть, на год, наверное, да? Я уже сказал, что в среднем антитела появляются через 8-12 дней и сохраняются до 12 месяцев. Поэтому мы говорим о ежегодной вакцинации. Если ты сделал прививку, 100% что ты не заболеешь или нет? 100% извините. Никто не даст. Гарантию может дать только Господь Бог, только Иисус Христос. Однако, опять-таки, если даже будет контакт, а это зависит, конечно, от индивидуальных особенностей организма, от уровня иммунитета, специфического, не специфического иммунитета, от рода деятельности, физической нагрузки. То есть, поэтому, безусловно, те рекомендации, которые я могу дать не только как руитель департамента, но и врач, это, безусловно, здоровый образ жизни, это полноценные физические нагрузки, занятия спортом, регулярное употребление, особенно в осенний, весенний период, витаминов, как бы, да? Ну и, конечно же, хобби. Хобби, потому что это хорошее настроение, это снятие тревоги, ну и, конечно же, фактором, который противопоставляется любой болезни, это, конечно же, семья. То есть, наши дети, наши близкие люди, это тот щит, который не дает нам даже в полярную ночь ухудшиться нашему настроению, и это, конечно же, тоже, безусловно, снижает риск заболевания. Позитивные эмоции, это очень важно. До какого периода можно сделать прививку и куда обратиться? На сегодняшний день мы не говорим об окончании кампании вакцинации, да? То есть, эта кампания будет продолжаться и октябрь, и еще часть ноября. На сегодняшний день, в общем-то, вакцинировалось примерно около 20% нашего населения. Это достаточно низкий показатель. И очень важно отметить... Это и дети, и взрослые, да? Это и дети, и взрослые. Почему? Потому что, если кто-то из нас не делает прививку, да, он не только не обезопасил себя, но в случае инфицирования может заразить и не только окружающих на работе, но и близких нам людям. Поэтому вакцинация – это социальная ответственность. Это очень важно. И учитывая то, что в нашей стране, наверное, одна из немногих стран мира, история вакцинации, ей более 200 лет, еще напомню нашим уважаемым телезрителям, еще в 18 веке Екатерина Великая, одна из первых в стране вакцинировалась от черной оспы, и тем самым показав, что это безопасно и необходимо не только своим придворным, но и своему народу. Поэтому на сегодняшний день наши институты микробиологии, иммунологические центры наработали настолько богатый опыт, который не только позволил сделать современную, безопасную и эффективную вакцину от гриппа, но и все вы прекрасно знаете, что вакцина, созданная от ковида, действительно впервые создана не только в нашей стране, но она тоже является передовой и достаточно безопасной и эффективной. Когда в Ненецком округе будут делать прививку от ковида? На сегодняшний день я пока не готов назвать четкое число. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Первая партия вакцины у нас в округ уже завезена, и первыми, кого, конечно же, мы будем прививать, это медицинские работники. Те, кто находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, мне хочется еще раз поблагодарить медицинских работников. Благодаря эпидемии, которая, конечно же, открыла много сложностей не только в нашей стране, тем не менее вырос престиж медицинского работника, престиж врача, поэтому я хочу поблагодарить всех наших врачей, которые достойно справились с этой угрозой, продолжают это делать, поэтому вакцинация врачей начнется в ближайшее время. И, я думаю, на ближайших штабах по борьбе с коронавирусной инфекцией будет принято решение о том, какое количество вакцины нам необходимо, и это количество, конечно же, будет завезено в наш округ, и я думаю, что все желающие смогут получить своевременно провакцинироваться. Но существует ряд особенностей, которые, в принципе, мы сможем с вами обсудить, если есть вопросы. На ваш взгляд, она достаточно уже исследована, вакцина? Ведь прошло небольшой период времени, некоторые вакцины исследуются годами, и как население воспримет прививки эти? Опять насторожится? Вы знаете, на самом деле, опять-таки, повторюсь, существуют две стороны монеты, да? Это безопасность и эффективность. К сожалению, коронавирусная инфекция гораздо более контагиозна, то есть попросту, как говорят в народе, более заразна, чем грипп, да? Она протекает стерто. Это как скрытый враг, да? У тебя она может протекать стерто, слава богу, дети практически не болеют, либо переносят в легкой стертой форме, но это можно принести в собственный дом, в собственную семью, поэтому, безусловно, ждать, как в некоторых западных странах, что все переболеют, да? Конечно. Хотя в нашей стране, и это действительно факт, смертность одна из самых низких в мире, тем не менее рисковать, подвергать себя риску, я считаю, необоснованно. Поэтому на сегодняшний день те заключения, которые даны Министерством здравоохранения, вакцина сделана действительно недавно, и существует такой феномен, как неофобия. Любой человек боится чего-то нового, неожиданного, возникает тревога, да? Но и задача не только нашего департамента, моя задача, но и наших медработников, отдела профилактики, которые существуют при нашей Ненецкой окружной больнице, донести до граждан и всех поколений о том, что действительно это важно, это нужно, да? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, мы столкнулись только в этом году с этим вызовом, и сказать, когда будет вторая волна, будет ли третья волна, вопросов больше, чем ответов. Но действительно хочется сказать, что наши научно-исследовательские институты не имеют аналогов ни по оснащенности, ни кадрами, не только кадрами, но и оборудованием. И поэтому из тех источников, которые изучил я, многочисленные отечественные, зарубежные, действительно та вакцина, которая разработана двумя ведущими институтами нашей страны, отличается а. высокой эффективностью и б. безопасностью. Чем ковид отличается от гриппа и ОРВИ, и чем он схож? Как не перепутать эти заболевания? Вы знаете, на самом деле, вот перепутать, первая моя рекомендация, если вы заболели, первое, необходимо обратиться к врачу. Если вы считаете, что это может быть заразно, а и грипп, и ковид, он контагиозен, заразен, безусловно, нужно вызвать врача на дом. Дело в том, что существует несколько штаммов гриппа, и нельзя сравнивать, в чем общее. И то, и другое — это вирус. На сегодняшний день вирус гриппа изучен, и на протяжении уже сотен лет пандемии гриппа проходили не только по стране, но и по миру. Так называемая испанка известная, которая в свое время унесла многомиллионное население в различных странах. На сегодняшний день схожесть в чем этих двух инфекций, вирусов, в том, что и там, и там возникают катаральные явления, могут поражаться верхние дыхательные пути, но при этом существует и большое количество отличий. Учитывая, что лечить самому себя даже медработникам не рекомендуется, поэтому мне приятно еще раз сказать нашему населению, что у нас достаточно опытные, квалифицированные медицинские кадры, которые смогут сами отдифференцировать, что это, и оказать своевременную медицинскую и медикаментозную помощь. Все родители Ненинского округа с ужасом вспоминают дистанционное обучение. Скажите, оно повторится? И что должно произойти? Какой процент населения должен заболеть? На сегодняшний день я хочу сказать, что дистанционное обучение это была вынужденная мера. На сегодняшний день под руководством нашего губернатора Юрия Васильевича Бездудного каждую неделю проводит заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. И на штаб выносятся в повестку наиболее животрепещущие моменты. Мы хотели снятие ограничений с кинотеатров, бассейнов, и очень часто между Департаментом здравоохранения, Роспотребнадзором, другими ведомствами возникали жаркие споры. И в первую очередь мы всегда руководствовались безопасностью нашего населения. И, безусловно, может быть, кто-то не поддерживает введение масочного режима. Однако все рекомендации четко продумываются. И на сегодняшний день говорить о введении в школе перехода на дистанционное обучение еще рано. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в нашем регионе одна из самых благополучных. Поэтому и все необходимые меры, и главное, мониторирование мер, чтобы, если будет необходимо, мы смогли предпринять новые меры для защиты населения, предпринимаются. Поэтому, безусловно, дистанционное обучение это крайняя мера. Чтобы обезопасить, в первую очередь, наше маленькое население, если будет необходимо, мы пойдем на это. Но на сегодняшний день таких опасений пока что нет. Как раз затронули тему масочного режима. С 20 сентября был введен масочный режим. Где его нужно соблюдать? Это только в учебных заведениях, в образовательных или везде, в местах массового скопления? Значит, смотрите. Меры, которые разработаны совместно с Департаментом здравоохранения и Роспотребнадзором, места массового скопления может трактоваться по-разному. То есть, на самом деле, существовало мнение в интернете, на многих сайтах, что маска не спасает, маска не помогает. Но, учитывая огромное количество скрытых форм, мы даже не можем быть уверены, что мы общаемся с человеком, который потенциально не является носителем. Но при этом не является заразным. Поэтому масочный режим, это может быть хоть и неудобное, но с моей точки зрения, не только как чиновника, но и врача, необходимая мера, которая не только защищает наших близких, но и защищает и нас. Поэтому, на самом деле, я считаю это необходимым. Правда ли, что люди в округе, которые заболели коронавирусом, они не делали прививок? Не от пневмонии, не от ОРВИ. И создается мнение, что как раз эти прививки и помогают защитить, создают барьер от коронавируса. Ну, на самом деле, спасибо за вопрос. Эти вопросы очень часто задают жители нашего региона. На самом деле, никакой связи не существует. То есть, было бы прекрасно, конечно, если можно сделать прививку от гриппа и не заболеть, и не гриппом, и коронавирусом. Но, к сожалению, вынужден развеять этот миф. Это не так. Но, тем не менее, коморбидность, то есть, одновременное протекание и гриппа, и коронавируса, к сожалению, возможно. И поэтому, конечно же, последствия будут более плачевны, чем если болеть просто ковидом или болеть просто гриппом. Поэтому это еще один плюс в пользу того, что привиться важно для вашей безопасности и безопасности вашего окружения и ваших дорогих, близких людей. Может ли человек одновременно заболеть ОРВИ и гриппом, и коронавирусом? И что тогда с ним произойдет? Ну, на самом деле, симптомы ОРВИ и гриппа во многом схожи. Это катаральное явление, заложенность носа, боли в горле, недомогание, подъем температуры для разных цифр. И поэтому одновременно может быть либо грипп, либо ОРВИ, да, вот, это раз. И плюс, может ли быть, конечно же, вот мы начали об этом говорить, параллельно присоединится о коронавирус? Да, может, прогноз будет менее благоприятный, поэтому, безусловно, как я уже и сказал, повторюсь, я думаю, это важно, чтобы наши жители услышали, да, что, безусловно, стопроцентной гарантии нет, если вы привились от гриппа, что вы им не заболеете. Но даже если вы переболеете, да, а это индивидуально зависит от уровня иммунитета, вы переболеете втертой, более легкой форме, и риск возможных осложнений будет на порядок ниже. Появилось новое лекарство с красивым названием Ариплевир. Стоит оно колоссально дорого, 12 тысяч и более, хотя сделано, насколько я знаю, на дешевых антитуберкулезных средствах, которые вот стоят копейки. И какими средствами у нас лечат поликлиники коронавирус? Ну, на самом деле, я, конечно, извиняюсь, но не совсем корректный вопрос. Почему? Потому что существуют понятия амбулаторных и стационарных пациентов, да, легкие и истертые формы, бессимптомные формы, да, всегда вопрос решается индивидуально. И существуют на сегодняшний день рекомендации Министерства здравоохранения, да, в которые каждый раз мы принимаем решения. И в целом, если мы говорим о лечении коронавируса, да, то сюда могут входить противовирусные препараты, неспецифические препараты, антибактериальные препараты. Сюда могут входить препараты для симптоматической, поддерживающей терапии. Но, учитывая, что с коронавирусом человечество и здравоохранение столкнулось в первый раз, безусловно, рекомендации каждый раз пересматриваются. То есть единого перечня лечения, то есть, грубо говоря, если вы заболели, скажем, гриппом, вы пьете порошок, как рекомендуют по телевидению, или пьете аспирин и пшикаете в горло. Такого нет. То есть схемы лечения ковида более гибкие. И, безусловно, все пациенты находятся в динамическом наблюдении. И, конечно же, лечение корректируется в зависимости от тяжести и остроты состояния наших пациентов. Какие группы людей подвержены более всего ковиду? Это люди с хроническими заболеваниями и в возрасте? В первую очередь хочется вспомнить, какая же профилактика будет от ковида? Ну, в первую очередь, конечно же, здоровый образ жизни, занятия физической культурой. И наиболее подвержены, в начале пандемии думали, что это дети. Ну, оказалось, что это почти не так. Тем не менее, люди преклонного возраста более подвержены. Люди с хроническими заболеваниями стрелечно-сосудистой системы, с дыхательной неостаточностью, органов дыхания, такие как люди, которые в анамнезе перенесли неоднократно пневмонии, люди с бронхиальной астмой, люди с конструктивными заболеваниями. Ну, и, конечно же, курение – это повышение риска заболеть ковидом. Поэтому еще хочу здесь остановиться, что, опять-таки, у курильщиков риск значительно выше. Те люди, которые у нас заболели в Ненинском округе коронавирусом, у них какая была степень, тяжелая или легкая? Значит, что отрадно отметить, что от коронавируса в Ненинском автономном округе не погиб ни один житель, и, в принципе, соответственно, большая степень, у нас было более половины – это стертые формы, бессимптомные формы или легкая степень течения, и, в общем-то, на тяжелые формы приходилось менее 10%. В общем-то, статистика относительная, благоприятная. Вы сказали, бессимптомные формы. Как люди узнавали, что они больны ковидом? По результатам анализа? По результатам анализа очень часто были такие моменты, когда мы вспомним с вами карантинные еще мероприятия, когда в аэропорту всех встречали, необходимо было предъявить тест. Очень часто человек прилетал к нам в округ, а анализ он сдавал, скажем, в аэропорту. И оказывалось, что тест положительный, но у человека нет никаких симптомов, у человека нет повышенной температуры, у человека нет недомогания, но при этом положительный тест. Могут ли быть тесты ошибочными? В небольшом проценте случаев, но это бывает. Поэтому, безусловно, существует несколько вариантов диагностики. Поэтому наиболее валидными на сегодняшний день является так называемая ПЦР-диагностика, когда берут мазок из зева, либо из носа. Существует несколько методик забора. На сегодняшний день мы делаем забор из носоглотки. И, соответственно, существует еще такое мнение, что экспресс-тесты не хуже, они не дают той достоверности. Однако, действительно, если мы будем говорить о формировании иммунитета, переболел ли я, есть ли у меня антитела, как давно не сформировались, действительно, те анализы крови, которые берутся, в общем-то, на антитела, они могут показать, есть ли сформированный иммунитет, этот титр антител покажет, как давно, примерно, это можно предположить, ну и насколько предположить, опять-таки, не 100% достоверностью, есть ли риск заболеть в дальнейшем или же уже сформирован иммунитет. А можно у нас такие тесты сделать в Ниньском округе? Или на платной основе? Значит, этот вопрос прорабатывается, и я думаю, что если такая необходимость как бы возникнет, для того, чтобы обезопасить наше население или понять, у какого процента населения есть уже сформированный иммунитет, я думаю, что этот вопрос можно будет решить. А какой тест лучше, на антитела, или который берется как раз из дела? Безусловно, тот тест, который называется ПЦР-диагностика, он более валидный и дает большую степень вероятности правильного ответа. Положительный он или отрицательный. Безусловно, тест на антитела, он не говорит со стопроцентной уверенностью, здоровы вы или больны. Поэтому все-таки в приоритете является ПЦР-диагностика. Если коронавирус протекает бессимптомно, и ты узнал, что ты болеешь коронавирусом, нужно ли учиться? Или если у тебя нет никаких симптомов, осложнений не будет? Значит, опять-таки, так как инфекция новая и мало изучена, недостаточно изучена, нужно обратиться в медицинское учреждение. Для чего? Чтобы состояние каждого пациента мониторировалось. И если, не дай бог, оно ухудшится, чтобы наш пациент мог своевременно получить полноценную помощь. В наших лечебных учреждениях достаточно квалифицирован не только персонал, но и количество медицинских препаратов, медицинских изделий тоже достаточное. Поэтому, опять-таки, нужно ли лечиться? Вот сейчас нет. Но заболевание развивается. Опять-таки, возможно, необходимо провести диагностику, ту же компьютерную томограмму. Бессимптомное течение. Поэтому, безусловно, в динамике пациентов, у которых ковид протекает бессимптомно, наблюдают врачи. И это важно, чтобы сохранить здоровье жителей нашего округа. Сейчас кто-то у нас наблюдается в стационаре, лечится с коронавирусной инфекцией или все на дому проходят правоопрочные лечения? На сегодняшний день у нас в стационаре, слава богу, опять-таки, повторюсь, нет больных. У нас в обсерваторе находится трое больных. И на сегодняшний день у нас всего лишь 8 положительных пациентов, в которой все находятся и получают необходимое лечение на дому. Для нашего маленького округа эта цифра тоже небольшая. И я надеюсь, что, в общем-то, она не будет увеличиваться. Стандартное лечение в среднем сколько дней занимает? Это неделя? Две? Опять-таки, мы не можем говорить здесь о стандартах, потому что стандарты в здравоохранении это то, что разрабатывается годами, то, что привязывается к классификации. То есть, после возникновения новой коронавирусной инфекции ее включили в международный рубрификатор тоже спустя только более чем месяц, потому что возникало много вопросов. Но в среднем мы говорим о том, что от начала до максимального развития симптомов и выздоровления это может быть до двух недель. То есть, вот 14 дней это вот тот стандарт, на котором сейчас сходятся ученые и врачи. Как люди реагировали? Все-таки новая болезнь, всегда, как вы правильно сказали, что новая всегда воспринимается со страхом. Когда узнавали, что у них коронавирус? Наверняка тут врачам приходилось работать и как психологами. Какова реакция была? Или все спокойно? Ну, на самом деле, одна из специальностей, которых обучают всех, не только врачей, но и средний персонал, это этика и диантология. Существует, к сожалению, очень много болезней, которые называются гитрогенные заболевания, которые возникают из-за неправильно сказанного чего-то врачом. Человек начинает додумывать и придумывает у себя болезнь, которой на самом деле нет. Вот. Но, учитывая, что на сегодняшний день небольшое количество нашего населения прошло и выздоровела от этого недуга, какой-то паники у заболевших не было. И еще раз хочется поблагодарить наших медицинских работников не только за профессиональное оказание помощи, но и за чуткость, то есть снятие тревоги и понимание того, что когда ты находишься в замкнутом пространстве, где написана чистая зона, грязная зона, люди в костюмах, напоминающие скафандры, безусловно, это вызывает у каждого человека тревогу, опасения, но наши врачи, наш средний, младший персонал сработал на высшем уровне, поэтому хочется еще раз их поблагодарить. И, в общем-то, я думаю, что с такими медицинскими кадрами наше население в надежных руках. Вячеслав Васильевич, в завершение нашей программы давайте еще раз проговорим кратко, насколько важно сделать вакцинацию от гриппа. Опять-таки, начну как бы из-под валь. Существуют ли противопоказания? Да, конечно же, они есть. Аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами. Если они были, но вы понимаете, что вы будете контактировать с большим количеством людей, проконсультируйтесь с врачом, придите в департамент. Сотрудники отделения профилактики окружной больницы будут посещать наибольшее количество всех наших учебных, лечебных учреждений, предприятий. Кроме этого, если есть аллергические реакции на куриный белок, острые инфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний, конечно же, нужно выздороветь, подождать, пока пройдет температура и в среднем где-то через две недели привиться. Это вот важный момент. Но, опять-таки, если говорить, что человек перенес, уже сейчас переносит, не тяжелое ОРВИ или острое кишечное заболевание, то вакцинацию проводят практически сразу после нормализации температуры тела. Поэтому, в чем плюс? Это высокий специфический иммунитет, который сохраняется на год. И вакцинации мы защищаем не только себя, но и наших близких, наших матерей, наших жен, наших детей. Поэтому, с одной стороны, почему это важно? Нынешняя вакцина, с авигрип, которая поступила к нам в округ, она безопасна, и второе, она эффективна. Васильевич, спасибо большое еще раз. Приходите к нам, будем рады видеть вас в студии. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о вакцинации населения против гриппа. Будьте здоровы. До новых встреч. До новых встреч.